Александр Пешич, сразу по окончании матча Шериф Академия. Саша, всего лишь ничаж. Что не получилось? У нас много моментов было. Жалко, что ничью сыграли. У них только один момент, один удар забили у нас. Не знаем, два-три момента не забили, и потом ничью сыграли. Это стечение обстоятельств или что-то конкретное произошло сегодняшнее? Мы знаем, вот этот год, мы знаем, что в команде не можем забить гол. У нас много моментов в каждой игру, но думаем, что это будет вернуться в Лигу чемпионов. Спасибо, удачи. Спасибо. Пешич, сразу после матча Шериф Академия. Саша, тебе слово. Спасибо, Мирослав. Вот Александр Пешич подвел итог сегодняшней игры. Сказал, что да, был один момент у Академии, один гол. Ну, может быть, два максимума у Академии было удары по воротам Дмитрия Стожилы. И, тем не менее, гол, конечно, у Чуберки получился красивым. Это нельзя не отметить. У Терас Прочан таких моментов было огромное количество. И первым, и во втором тайме, тем не менее, забить не смогли. Вернее, смогли лишь однажды. Забить 99% своих эпизодов футболисты Шерифа не смогли. А возможностей было огромное-огромное количество. Вот один из них. Не получившийся удар Становича, но получился голевой, казалось бы, пас на Марку Марковский. И Серб грамотно, очень красиво положил корпус и расстреливал уже ворота. И браво, Кристиан Аврам, голкипер Академии. Но это, по-моему, гол. Нет, это не гол. Это удар все того же Марковский после передачи молодого Вячеслава Лисы, высшего на замену. Удар выше ворот. И вот таких моментов, повторюсь, было огромное количество. Но теперь только сами футболисты Шерифа могут сетовать на реализацию после этой игры. А вот, собственно, и гол. Ошибка на выходе. Сейчас пытался, бросался зачем-то в ноги Пешичем Кристиан Аврам. И в результате получил мяч. А вот так Лиса, молодой Вячеслав Лиса мог вырвать победу в конце, но не срослось. Футбола еще будет много. Пять туров до конца чемпионата. Все самое интересное впереди. Спасибо, что смотрели. Приходите на стадион. Спасибо. Спасибо. Спасибо.